Друзья, всем привет! Сегодня у нас в офисе большая съемка, ряд мероприятий. Итак, друзья, по поводу новости, которая появилась в американских СМИ, это связано с очередным непонятным мне решением администрации Дональда Франпа. Но, естественно, сразу блогеры, которые уже начали заниматься Мексикой, стали комментировать, предполагать и так далее. Ну, как вы знаете, решение Трампа и его администрации – это не последняя инстанция. Как правило, всякие безумные решения отменяются очень быстро. Решение о разделении семей год назад отменили. Сейчас решение, связанное с рассмотрением дел в Мексике, когда люди приезжают на границу, их оставляют на границе и предлагают пройти процедуру ассайлур в Мексике, в этой несчастной, бедной, небезопасной стране. Новая идея возникла, чтобы семьи, которые подают на убежище в Мексике, сразу же попадали в определенные центры. По-другому это называется дом ребенка. У нас уже были клиенты и в прошлом году, и в позапрошлом, которые попадали в подобные места. Это никак не связано с дотейшн-центром, как многие блогеры говорят, что теперь семьи попадут в иммиграционные тюрьмы. Это на самом деле бред, потому что несовершеннолетние дети ни в коем образе не могут попадать в иммиграционные тюрьмы, потому что там не предусмотрено абсолютно ничего, плюс это не лояльно, плюс это не гуманно. Естественно, правозащитники отменят всякие разные решения, подобные решения. Я сам сидел в иммиграционном лагере, я знаю, что там абсолютно ничего не предусмотрено для детей. Как это технически будет выглядеть? Люди будут попадать в подобное заведение, это дом ребенка, где хорошие условия, детские площадки и так далее, и так далее, их могут посещать родственники и друзья. Если это произойдет, то это будет никак не связано с дотейшн-центром, и уж тем более с иммиграционной тюрьмой. Еще раз повторюсь, никакой иммиграционной тюрьмы для несовершеннолетних детей и для семей не предусмотрено, и это не будет применяться. Это не гуманно, это идет вразрез со многими международными законами, Конституцией и так далее. Так что не надо бояться, если решение не отменят, то будет стандартная процедура, дом ребенка, ожидания и так далее. Подписывайтесь на наш канал, заходите на наш сайт и ждите наши видео. Скоро будет много видео из Мексики. Всем удачи, пока.